Здравствуйте, меня слышно? Меня зовут Евгений Дябин, я технический директор компании NECI и сегодня расскажу вам про историю разработки нашей мобильной игры Vector. Игра была достаточно успешна на мобильных платформах. Поэтому, я думаю, попробуем проанализировать возможные причины успеха. Это была наша первая игра, и когда мы выходили на этот рынок, совершенно не представляли, что у нас получится. Рассказывать я буду о геймдизайне и о технической части, которые в нашем случае были очень сильно переплетены, и также о запуске игры. Начать, пожалуй, стоит с другого нашего проекта. Многие, может быть, про него слышали или даже играли. Это Shadow Fight. Это социальная игра. В русских социальных сетях называлась «Бой с тенью». И этот проект был абсолютным экспериментом. Когда мы его делали, то идея нам казалась совершенно дикой. В социальных сетях сделать файтинг с кнопочным управлением, в то время как популярные фермы, казалось абсурдом. Но мы сделали его за три месяца, не очень сильно затрачиваясь. И, к нашему удивлению, стали набирать очень быстро количество установок. То есть за месяц набрали несколько миллионов ВКонтакте, потом запустились в Одноклассниках. И поняли, что игра очень виральна. Причем у нас практически не было виральных функций. Там спам на стену другу, верифералов и прочих вещей, вынуждающих игроков приглашать друзей. Ну, мы решили проанализировать как-то это. И заметили следующее. Ну, во-первых, первым пунктом у меня указано, что игра была виральна без использования функций социальных сетей. Но также нам игроки отметили высокое качество анимации в игре. При создании анимации мы использовали наше программное обеспечение, которое мы сами разрабатывали, нашу технологию. Но когда делали эту игру, не предполагали, что это вообще как-то повлияет на популярность. Это был просто эксперимент. И тогда мы предположили следующую формулу. Возможно, дело в том, что мы заняли свободу нишу. То есть похожих игр в социальных сетях не было. И это одна из причин такой высокой виральности. Также игра была хорошая. Ну, в широком смысле. То есть она нравилась нам самим. Был высокий энтузиазм групп разработки, когда мы делали ее. И это мы посчитали второй из возможных причин. И в ней была наша сильная сторона. То есть что-то, что мы умели на тот момент делать лучше других. То есть в данном случае у нас была очень хорошая анимация, и в социальных сетях на тот момент ничего такого не было. И теперь, когда мы решили выходить на мобильные платформы, перед нами стояла задача сделать игру, которая тоже займет какую-то свою свободную нишу, будет использовать сильную сторону, в данном случае анимацию, ну и будет хорошей игрой. Но мы сначала даже не представляли, с чего начать. То есть у нас не было готовой идеи. И мы решили эту идею найти. И начнем с поиска свободной ниши. Ну, как известно, игра вектор про паркур. И вот почему же мы выбрали паркур. Сначала мы устроили опрос пользователей. В группе ShadowFight на Фейсбуке мы создали опрос, какую игру нам сделать следующей. И пользователи сами могли добавлять свои варианты ответа. И с огромным отрывом победил вариант паркур, фриран, вот такие варианты. Это, честно говоря, удивило. Также, примерно, в то же время мы столкнулись, нашли в Фейсбуке такую социальную игру Stickrun. На этом скрешоте как раз показана она. Эту игру сделал 13-летний школьник. И она была аномально популярна. Даже сейчас, несколько лет спустя, она все еще интересна в популярности. И у нее около полмиллиона DAO. То есть аудитория очень предана. Мы поняли, что тем паркур востребована. А нам эта тема подходила прекрасно. Потому что именно где еще как не в таком полуспортивном сеттинге продемонстрировать нашу анимационную технологию. Реалистичные анимации, трюки. Ну и, недолго думая, мы назвали игру Shadowrunner по аналогии Shadow Fight. То есть это было рабочее такое название. И приступили к препродакшену. Начали мы с поиска визуального стиля. Идея, которая относилась к художникам, заключалась во фразе «Представьте себе, что чувак рвается в офис, прыгает через столы, за ним идёт бумага, нарисуйте нам что-нибудь такое». И в результате поиска такого скетчей, множество скетчей родилось. Родилась следующая концепция. Все персонажи и объекты у нас будут черными. То есть игрок не сможет перепутать с фоном, с средним планом. Будет знать, что препятствия им влияют, а что нет. Также это было ограничением, на самом деле, нашей технологии, которую мы на Shadow Fight обкатали. И следующим пунктом было то, что стиль фонов должен быть минималистичным. Минимум объема, минимум фактуры, чтобы фон не спорил с передним планом, не отвлекал внимания игрока. И вот нюанс был только один. Объекты, под которыми персонаж должен был проезжать, прокатываться, не хотелось их вешать в воздухе. Нужно было ставить какие-то опоры. И эти опоры тоже были черными. И вроде бы противоречия. Черные объекты являются препятствием. И тогда оно оказалось проблемой. Но мы решили, что тонкие объекты не будут препятствиями. Сквозь них персонаж проходит. И несмотря на споры и сомнения, в итоге сейчас мы видим, что игроки легко к этому привычаются. Понимаешь, что если стол, и у него ножки тонкие, по ним можно проехать. Или там почка на опорах. Еще до того, как мы определились с концепцией игры, мы сразу взялись за анимацию. Аниматоры накачали фильмов культовых с крутыми погонями. В частности, 13 район, казино Рояль, Химакаси, Ивангбак. Многие рефенсы были взяты оттуда. Вот еще пару фактов о том, как мы делали анимацию. Аниматоры делали 20 кадров в секунду. Но в игре эта анимация становилась плавнее. То есть интерполяция интерполировалась до 60 кадров в секунду. И все размерности, мы сразу предусмотрели этот момент, все размерности в системе C. То есть расстояние в метрах, вес в килограммах. Это нам сэкономило проблемы с масштабами, которые часто встречаются, когда нужно взять объект из реального мира, нарисовать его в игре. И вот мы могли просто взять стол, измерить его высоту и поставить в игру в таком размере. Так, тут видение сгрузилось все-таки. Ладно, секунду. А, я его не скопировал. Ну, ладно. Для анимации использовалась наша разработка «Каскадер». Это программа, позволяющая делать анимации с учетом физических законов. Я сейчас не буду подробно о ней рассказывать, но преимущества для нашего проекта были в следующем. Мы могли получить без использования актеров, мы уже кепчили физически реалистичную анимацию, а в паркуре это важно. также у нас была задача, чтобы все движения, все трюки, которые выполняет персонаж, он делал на определенной скорости, с которой он перемещался по уровню. И если бы у нас был отснят материал с «Моша Кепчера», с актеров, то выровнять, подогнать все было бы очень сложно. Здесь же мы сразу это учитывали. И еще одна из возможностей. Мы могли преувеличивать возможности человека. Многие трюки, которые мы сделали, на самом деле достаточно сложные, их мало кто в мире умеет делать, а некоторые даже преувеличены. Что же касается геймдизайна. Для нас мобильные платформы были в новинку, и мы стали изучать этот рынок более внимательно. И поняли, что такой жанр, близкий к нашей теме, существует. Это жанр раннера. То есть такие игры, как Anabal, Temple Run, Jetpack, Joyride, Skies Safari. Этих игр было очень много, они были популярны в топах. И получалось, что, сделав сейчас игру в таком же духе, мы попадем в списках этих игр. И не факт, что будем выгодать их для часа, кроме как анимации. И в этот момент мы приняли несколько странных решений, просто вопреки жанру. Вот в таблице представлено, что есть классические раннеры, условно их назовем так. И, как правило, в них уровень бесконечный. То есть персонаж бежит по генерящемуся рандомному уровню, и, сколько он не бежал, рано или поздно он проиграет. Вопрос того, какой рекорд он поставит. Мы решили, что у нас в игре будут конечные трассы, их будет конкретный набор. И каждая трасса проходится до конца. Также практически все раннеры были играми на реакцию. То есть игрок увидел препятствие, должен был успевать среагировать, прыгнуть или еще что-то сделать. В нашей же концепции получалось, что это игра не на реакцию, а на заучивание трасс и на точность. То есть игрок раз за разом проходит одну и ту же трассу, запоминает, как расположены объекты, трюки, бонусы и в итоге улучшает свой результат. Также во всех раннерах обычно либо отсутствовал преследователь, либо он был. Весьма условный, например, в Temple Run, если ошибаешься, с тобой появляются бегущие обезьянки, которые почти догоняют тебя. Если ошибаешься еще раз, то проигрываешь. У нас такой вариант не получался. Но мы все равно хотели обязательно дух погони, как в фильмах Тринадцатого района или Казино Рояль. Поэтому одним из таких решений, из которых намучились, честно говоря, было сделать полноценного бота-преследователя, который бежит с игроком в какой-то степени по-честному. Да, забыл еще одну вещь сказать. Таким образом у нас получилось скорее не раннер по своей внешней концепции, а ближе даже к таким классическим вещам, как Angry Birds или Каза Рояль, когда есть главы, в этих главах есть уровни. На этих уровнях игрок набирает от одной до трех звезд. И за определенное количество звезд открывается следующая глава. Также мы подумали и о монетизации. Но, честно говоря, на тот момент мы не очень много посетили этому времени. Мы решили, что наша игра контентная, в ней есть трассы, трюки. Вот их и будем продавать. То есть игрок будет на трассе зарабатывать, собирать монетки, покупать эти монетки, трюки, открывать дополнительные трассы. Также гаджеты, некие приспособления, позволяющие пройти игру трассы проще. Одновременно с этим, с тем, как мы занимаемся разработкой игры, мы начали разрабатывать, делать вступительный ролик. И так уж, ну честно говоря, мы бы не стали этим даже заниматься. Но так получилось, что у нас просто была такая возможность. У нас был человек, который мог это сделать. Были ресурсы, возможности. И мы занялись этим, потому что очень хотели. Таким образом, когда мы занимаемся этим роликом, родилась идея, по сути, сюжет игры про тоталитарный мир, про тысячи одинаковых мест рабочих. И главный герой сбегает из этой системы и постоянно преследуется. И вот первым результатом нашей работы был прототип игры. Мы сделали тестовый уровень. Еще не было ни редактора уровня, ничего. Просто в XML собранная трасса и создавающаяся из прямоугольников. И на ней мы отрабатывали анимацию базовые движения прыжки, приземления, перекаты, зацепы. Вот даже можно увидеть техническую часть, где можно разглядеть детекторы. Есть горизонтальный детектор и вертикальный детектор. У каждого персонажа один из детекторов ищет горизонтальные платформы, другой ищет вертикальные платформы. Все условия в графе анимации, по сути, сходятся к условиям на вход детектора платформы и на выход из платформы. Но произошло, если не предвиденное, этот просто технический уровень, который был для разработки анимации, сильно вдруг повлиял на концепцию игры. Играя в него, играя часами, мы поняли, что хотим другую игру. Не ту, что мы придумали вначале. Мы предполагали, что у трассы просто стоящие здания выставлены в неком порядке, а игрок заучивает этот порядок и проходит трассу. И таких трасс можно было бы сделать много, просто выбирая различный порядок. Здесь же, просто видя, как некоторые люди могут часами играть, когда они играть практически не во что, вот в этом тестовом уровне, мы поняли, что хотим, чтобы каждый уровень был уникален, в каждом была логическая задачка, о том, чтобы игрок должен был догадаться, как собрать конкретный бонус, как сделать конкретный трюк. И вот поэтому мой совет тем, кто вступил на путь оригинальности и пытается придумать свой геймдизайн, что играбельный прототип нужно делать как можно раньше. Чем быстрее вы сделаете прототип, тем меньше он потом придется в переделы. Так как именно прототип, на который вы впервые поиграете, может сильно поменять вашу концепцию. Что касается управления, то вначале мы вообще представляли себе, что это будут две кнопки справа и слева, и подкат и прыжок. Но, поиграв в разные игры, поняли, что самое правильное будет делать управление слайдами, свайпами. Свайп вверх – это прыжок, свайп вниз – подкат, в право – ускорение, в лево – торможение. Ну, на эту же концепцию также легко заложить всякие прыжки от стен к стене и прочие вещи. Тут, правда, было достаточно странно. Противоречивые были результаты фокус-тестов. Мы давали наш прототип различным людям, и люди странным образом держали планшет, двигали рукой по всему экрану, посередине экрана загораживая себе все, и ругались, просили сделать кнопки. И мы чуть было не отказались от этой идеи, однако вовремя поняли, что в нашу фокус-группу затесались люди, не обладающие планшетами и смартфонами. А это, оказывается, очень важно, потому что человек, пользующийся, у которого есть свой смартфон и планшет, уже привыкает к жестам, и для него это не является чем-то сложным. Отдельной темой являются трюки. Мы, когда еще только придумали игру, понимали, что игра будет про трюки, это как паркур, но мы перебрали кучу идей о том, как, какими жестами, жестами, в каких местах игрок должен выполнять трюки, какие у него будут ограничения, чем одни трюки будут выгоднее других. И в итоге остановились на самой простой и самой примитивной идее. Мы просто в каждой трассе ставим трюк в определенное место, и пробегая мимо него, игрок может сделать свой аппер и трюк выполнится. С одной стороны, идея не так уж воодушевляла, но у него было несколько плюсов, которые просто определили это решение. Во-первых, это очень наглядно для игрока. Человек видит трюк, прямо его иконку на трассе, видит, что нужно делать, то есть свайп вверх. Во-вторых, это было технически намного проще для нас. Мы могли делать просто анимацию трюка, а уровень подстраивать под эту анимацию не нужно было делать, предусматривать всякие приземления, различные варианты развития, если бы трюк можно было делать в каких-то других местах. И баланс настроить было намного легче, потому что когда у игрока нет выбора, то его действия, по сути, предсказуемые. Таким образом, это сэкономило нам кучу времени. Я считаю, это было правильное решение. До сих пор не знаю, как надо было сделать лучше. И вот еще одна фишка, за которой мы держались и в итоге смогли доделать, хотя нам мучились больше всего. Это бот-преследователь. В отличие от таких игр, как Templarang, где это было можно сделать условно, когда ошибся, обезьянки появились в поле зрения, с которыми пропали, бот-преследователь должен был тоже бежать по трассе, лазить, прыгать, бегать. И вопросы посыпались сразу. Когда считать, что бот догнал? Почему это должно быть очевидным для игрока в тот момент, что сейчас бот догнал, от этого он еще не дотягивался? Что делать, если бот обогнал игрока? А это происходило очень часто. Игрок мог пойти, упасть, повиснуть на краю, а бот мог правильно перепрыгнуть и оказаться уже перед игроком. Как регулировать сложность? И вот здесь, в результате нескольких попыток, переделок, мы все-таки решили эти проблемы. Хотя не сказать, что решения были идеальными. Например, бот активировался электрошокер, когда оказался в неком радиусе от игрока и через некий тайм-аут убивал игрока. То есть решение терпимое, хорошее, но все равно до сих пор игроки, даже вот я играю, понимаю, что не всегда знаю, когда меня бот убьет, а когда нет, если вам близко. То, что бот обогонял игрока, у нас был специальный триггер, по которому бот в определенном месте мог развернуться и встать в позу ареста с помощью электрошокера, остановить игрока. Это привело к тому, что нам во всех трассах пришлось расставлять кучу триггеров во всех таких местах. А потом тестерам приходилось отлавливать места, где мы забыли поставить триггер и поставили его неправильно. Сложность тоже регулировалась триггерами. То есть вообще боты — это не искусственный интеллект, а просто поставленные триггеры прыжков, подкатов и прочих действий, которые управляли ботом. И бот в итоге мы сделали так, что он допускал ошибки в всех местах, где мы поставили таким образом триггеры. Также некоторые ошибки он повторялся игроком. Если игрок ошибся, он тоже ошибался. Если игрок не ошибся, он не ошибался. Таким образом, прощая игроку некоторые неточности. И если бот отставал, оказался за экраном, он телепортировался на более близкое расстояние в специальные точки респауна. То есть пришлось прибегать к некоторым читерным методам. Также триггерами управлялись и контекстные действия игрока. Например, пушки от стен и вообще эти действия, где результат выбора анимации зависел от ландшафта. И в результате некоторые трассы в нашем редакторе выглядели вот так, как показаны на картинке. То есть желтые — это триггеры. Здесь они заполняют практически все пространство. И вот мы подошли к самой недооцененной нами теме разработки — это level design. Если вначале мы вообще не предполагали, что будем делать что-то сложное, то в процессе разработки мы быстро захотели хороших, уникальных, красивых, интересных уровней. Мы поняли, что нужно делать редактор уровней, набирать левел дизайнеров, обучать, также выстраивать конвейер, при котором существуется скетч уровня, потом это уровень создается, долго принимается, тестируется, потом тестируется на фокус-группе, там выясняется, что что-то непонятно, игроки не могут решить, или те, кто тестируется, не могут решить задачки. Это исправляется снова на приемку, на тестирование, и так некоторые трассы так и не доживали до релиза и выбрасывались, а некоторые переделываются до сих пор иногда. Тут я, пожалуй, еще хочу упомянуть, что если вначале мы думали, как при достаточно простой механике, у нас в игре не очень много вариантов действий игрока, как сделать что-нибудь сложное и интересное. Но попробовав на реальных игроках, мы быстро поняли, что задача совсем другая, как сделать так, чтобы было как можно проще, особенно в начале игры. Потому что те вещи, которые оказались нам очевидными, мы как-то ставили бонус, который можно было собрать одним из трех вариантов, а потом приходил какой-то наш сотрудник и говорил, у вас баг, этот бонус невозможно собрать. И мы понимали, что это все-таки слишком сложно, и вот нужно правильно выстраивать кривое обучение и наращивать сложности очень-очень плавно. В результате всех этих геймдизайнерских сложностей сроки проекта очень затягивались, это пугало. Однако были хорошие признаки. Во-первых, как и при разработке Shadow Fight, был высокий энтузиазм команды. То есть проект был популярен в нашем офисе. Это было очень важно. Все, кто над ним работали, как бы явно испытывали интерес к проекту. И в результате даже сложилась, в какой-то момент сложилась такая система, при которой левел-дизайнеры сами придумывали идеи, сами их обкатывали, общались с художниками, которым заказывали графику для своих идей. Художники сами предлагали свои какие-то идеи и объекты в трассы. Аниматоры были предоставлены в большой степени сами себе, искали референсы для кучи разных трюков крутых. И, соответственно, общались с левел-дизайнерами, которым эти трюки отдавали. Программисты общались с аниматорами, с художниками, с левел-дизайнерами, решая их проблемы напрямую. То есть прямые связи очень сплачивают коллектив. И в какой-то момент сложилась творческая атмосфера с большой долей творческой свободы каждого участника. Это было очень здорово. Тогда даже бывало, что садишься поиграть в игру и удивляешься тому, что получается. Также были хорошие результаты фокус-тестов. То есть мы показывали постоянно друзьям, знакомым, приглашали в офис людей поиграть. Обладателей смартфонов и планшетов обязательно. И видели, что игра людям нравится. Ну и для меня немаловажный фактор, который я использую как критерий. Я сам мог играть в игру часами и поэтому верил в успех. Хотя многие уже не верили, так как процесс затягивался и прогнозы были не очень хорошие. Настал момент запуска. И, честно говоря, это был сложный момент этот выбрать. И команда впала в перфекционизм. Все кричали, что это выкладка. Преждевременно запуск. Тем не менее, это было волевое решение. Мы решили, что делать можно вечно, а запускать пора. И запустили игру ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассниках. И результаты были с одной стороны хорошими, но не сильно худушевляли. Во-первых, у проекта оказалась хорошая виральность. То есть без виральных вичей, без спама на стену другого и так далее. Мы набрали 10 миллионов в сумме по этим сетям. Что неплохой показатель. Но монетизация была плохая. Мы действительно уделили мало внимания монетизации. И, в общем-то, ничего не ожидали от этого. Однако мы недооценили следующий момент. Оказался еще у игры низкий ретеншн. То есть игроки проходили первую-вторую локацию, все трассы достаточно быстро. И на этом игра для них заканчивалась. Неужели было играть, не было реиграбельности. Поэтому игроки уходили так же быстро, как приходили. В этот момент мы поняли, что за работу в соцсетях мы ничего не сможем. Но на мобилках есть шанс. Потому что на мобильном рынке можно использовать модель freemium. То есть делать бесплатное приложение и платное. И вот уже покупка приложения может принести деньги. Мы запустили игру на iOS. То есть какое-то время даже нарисован четыре приложения. На самом деле это потому, что iPhone и iPad это разные отдельные приложения. Так, суть такая, что было платное, точнее бесплатное приложение. И оно рекламировало платное. Платным было в два раза больше трасс. Там были бонусные трассы, достаточно хардкорные трассы. Было больше трюков, соответственно. Не было рекламы. И игроку там не нужно было зарабатывать много монеток, чтобы купить трюки. И мы убедились, что модель freemium работает. То есть действительно приложения скачивают, приложения платные покупают. Но в маркетинг мы не стали вкладываться, так как это был для нас первый запуск. И мы не верили, что игра была сделана не по науке, не по канонам, ни на что. Чтобы не было успешных примеров, похожих, которые бы мы сказали, вот, игра в топе Grossing, такая же, надо вкладываться в маркетинг, это отобьется. Нет, мы не стали это делать. И тем не менее игра все равно на оси попала в топы нескольких стран. То есть она росла без вложений. Тогда мы это не ценили. На самом деле нам, по-моему, некоторые более опытные товарищи сказали, что на мобилках это само по себе чудо. Но, тем не менее, в топы, в сотню даже в США игра не попала. А основные деньги на этом рынке именно в США. Однако для нас стало большим сюрпризом, когда мы запустили игру на Android. Мы уже ни на что особо не рассчитывали. Надеялись, что отобьется на естественной виральности. Может быть отобьется, а может быть и нет. Но после запуска на Android, приезжая в первые же недели, пошли какие-то фантастические для нас количество установок. Мы оказались на первых местах Google Play в десятках стран. Причем заняли шестое место в США. На Android у нас была бесплатная версия, которая можно было апгрейдить на доплатные. Но, что интересно, синхронно с этим в App Store и на iOS тоже были совершенно симметричные результаты. Также мы оказались на первых местах в десятках стран и вышли на пятое место в США в топе игр, в топе платных. То есть платное приложение. Игру заметила пресса. Появились сотни обзоров, очень положительно отзывающихся об игре. При этом все наши предыдущие попытки какие-то обзоры протолкнуть просто были смешными по сравнению с результатом, который дал этот эффект. Ну, немного статистики. Основную часть доходов мы получали именно с продажи платной версии. Это 60%. Однако монетизация, которую мы сделали, тоже играла свою роль. 20% мы с нее получали. Также 20% приносила реклама в бесплатном приложении. И вот еще интересный факт, что на iOS мы зарабатывали на 80%, а на Android только 20%. То есть это говорит о том, что Android может быть более взрывная платформа, которой легче зарулить, там больше людей. Но платежеспособными остаются именно обладатели iOS. После того, как мы попали в топы, нам сразу стали поступать предложение от Samsung поставить в их магазин Samsung Apps приложения. Microsoft спрашивал нас, почему мы не сделали игру для Windows Phone. Мы делаем. Обязательно сделаем. Также нам писали из GameStick с предложением адаптировать игру под их приставку. Это GameStick. И ой, это приставки на Android. Возможно, новый тренд. Пока, правда, рано говорить. Они хотели показать нашу игру на GDC, который проходил в этом году. Ну, соответственно, мы тоже им сделали. Так что... И даже сейчас мы портируем игру под PC. Возможно, сможем издавать ее на Steam. Но это все дальнейшие планы. Я, пожалуй, подведу выводы в итоге. Все это наше мнение, которое не претендует на какую истину. Это была наша первая игра на мобильных платформах. Поэтому тоже была какая-то степень эксперимента, на котором мы хотели научиться. И, кажется, задачи свою выполнили. Итак, игра может взлететь сама без вложения в маркетинг. А мы в маркетинг вообще ничего не вкладывали. Если это новая ниша, то есть таких игр нет. В данном случае это была тема паркура. Если игра хорошая, что, конечно, вещь субъективная, однако, если самим нравится, команде нравится, фокус-тесты дают хорошие результаты, то большая шанс, что игра действительно хорошая. И я думаю, что одним из важных моментов является, что есть крайне некая сильная сторона. То, что вы умеете делать это лучше всего. В данном случае мы лучше всего умели делать анимацию и сделали ставку на это. Но как бы мы собрали какие-то грабли и поняли, что делать игру без... Правда, мы уже не первый раз это понимаем. Но здесь мы ощутили это особенно. Делать игру без опоры на конкретные примеры, то есть не клонируя что-то конкретное, на самом деле очень сложно. И каждое решение давалось нам большим трудом, мучительно, попытками. Но если решились, то надо идти до конца. Потому что если вы проделали огромную работу по исследованию, по изобретению вашего геймдизайна, а потом в какой-то момент не доделали это, решили сдаться и запустить как есть, то я думаю, что вы таким образом перечеркнете все свои усилия. Ну и самое главное, нужно играть. Обязательно играть в свою игру очень много, не забывать про это, давать играть знакомым, друзьям. Сотрудники должны тоже в нее играть. Не надо их заставлять, просто хорошим признаком является, если сотрудники сами играют. иначе часто бывает, что люди разрабатывают и в какой-то момент играют с чем-то другим, чем то, что они начинали делать. Ну и не будьте циничны. Часто говорят о маркетинге, о целевой аудитории, о монетизации как-то более в техничных терминах. Хотя на самом деле забывают, что разработчик с помощью своего приложения как бы общается со своей аудиторией и нужно любить свою аудиторию настоящему, тогда возможно аудитория полюбит вас и сэкономит вам кучу денег на маркетинге просто с помощью сарафанового радио. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мы немножко не уложились во времени, поэтому вопросы вы можете задать в индивидуальном порядке.